Ее ждали, к ней готовились, в ней участвовали, ею жили. Акция о зелени Одессу с Аднаном Киваном без преувеличения стала одним из самых масштабных городских событий 2015 года. Подарок любимому городу выбирали внимательно и ответственно. Каждый из 10 тысяч саженцев в возрасте от 5 до 7 лет профессионалы и лично меценат выбрали как для себя, но учитывая пожелания одесситов. Все, что хотят одесситы, мы слышим, услышим и реализуем. То, что касается тех деревьев, тех кустов, которые мы будем высаживать, то, естественно, они будут высаживать с учетом рекомендаций агронома, который говорит о том, какая корневая система должна быть, где должна быть береговая укрепляющая деревья. Каждый, позвонивший в редакцию седьмого канала и в штаб координаторов акции, был услышан. Сорта, возраст, место высадки. Информация стекалась к организаторам со всех уголков Одессы. Сотни звонков помогли пропитать масштабную акцию пользой и участием жителей города. Благодаря вам, одесситы, благодаря лучшим специалистам в сфере озеленения, Богу и вере в успех, все получилось. Я вам очень благодарен, что вы все вместе с нами приехали сюда помочь нам. Мы будем с вашей помощью, с помощью Бога выбирать самые лучшие сорта. Мы точно это сможем делать. И мы это легко сделаем. 10 тысяч деревьев. Это будет радовать людей на десятилетия, порой даже, как вы говорите, и больше. На 100 лет и на 150 лет. И вот настал тот самый первый день высадки. За лопаты взялись все, для кого Одесса – это не просто город постоянного места жительства. Ну давай, если получится у нас. Конечно, получится. Теплым солнечным днем озеленить в любимый город вышли люди, для которых Одесса – это не только собственное настоящее, но и будущее их детей. Баба! Баба! Настроение участника в акции не оставляло сомнений. Каждое высаженное дерево непременно примется. С такой любовью одесситы взялись за работу. Уже в первый день было освоено три локации. Важно, что планы организатора в акции изначально ушли далеко за пределы высадки, как таковой. Здесь предполагается масштабная парковая зона. Хотим сделать полностью благоустройство этой всей территории, чтобы было людям комфортно здесь отдыхать. Зоны отдыха, какие-то лавочки, деревья мы предполагаем высаживать где-то с середины октября. Здесь будет разбит парк. В дальнейшем к весне на этом месте будут разбиты дорожки, детская площадка, поэтому высаживается основной костяк этого парка. Будут красивые кусты форзиции, будет декоративная линкаранская акация, будет просто наша одесская акация, которая символична для города Одессы. Меценат Аднан Киван, подаривший Одессе тысячи молодых деревьев, не ограничился дорогостоящим подарком как таковым. К акции присоединился не только он сам, но и его родные. Наверное, благое дело посадить одно дерево, а 10 тысяч деревьев посадить – это 10 тысяч раз благое дело. Поэтому в первую очередь это благое дело для меня, для города, для одесситов. Я рад, что сегодня это первый день акции, когда мы пришли копать. И уже сотни одесситов поддержали этот проект. Думаю, что дальше это будут поддерживать и тысячи одесситов, и десятки тысяч. Так и произошло. Начиная с середины октября на улицах Одессы ежедневно появлялось 500-700 новых растений. Акция охватила порядка 50 локаций города. Многие одесситы высаживали деревья самостоятельно. Молодые саженцы появились возле тысячи домов. Зеленые презенты получили и некоторые города области. 110 деревьев отправились украшать в школьные дворы Арциза. Мы высадили 10 тысяч деревьев, даже немножко с хвостиком. У нас на сегодня 10 тысяч 850 деревьев. Озеленили очень много социальных объектов. Это больницы, это школьные инфраструктуры. Мы озеленили большое количество парков. Два парка мы разбили практически с нуля. Это парк на Полтавском возле Аропортовского и парк на Заболотного. Огромное спасибо, конечно, Анону Кивану за ту возможность, которую мы получили. Ну и подарок городу, конечно, шикарный. К высадке присоединились 4 тысячи одесситов. Взрослые дети, журналисты и операторы, бизнесмены, педагоги и военные. Каждый со своими эмоциями и мыслями, но все вместе с пожеланиями добра любимому городу. Каждый человек, который здесь будет гулять, будет знать точно, что он вложил кусочек себя, частичку себя, своего сердца. Я думаю, это прекрасно. Всегда нужно думать о мире. И мир, он обязательно наступит, и мы будем сюда водить своих детей, для того, чтобы они могли наслаждаться плодами нашего труда. Многим одесситам было сложно поверить, что самая невероятная в истории Одессы акция озеленения прошла не в рамках предвыборной гонки, не ради политических побед, а действительно на благо города и его жителей. Я искренне благодарен Богу, что он мне дал эту возможность материальную, моральную. Я считаю, это моя обязанность. Это долг, кодекс совести и долг человечества – помочь. Если сможешь, обязательно помоги. Молодые ясени, клёны, березы, дубы, липы, сафоры и не только находятся под пристальным присмотром профессионалов. До наступления холодов их будут поливать и удобрять. А весной, вероятно, их число станет еще больше. Наталья Костенко и весь Седьмой канал.